Привет всем, меня зовут Олег и добро пожаловать на канал записки гастарбайтеров. В данный момент я только что вернулся домой, сейчас 11 часов вечера. На улице дикая жара, 30 градусов, причем дикая влажность. Вот дождик недавно выпал, поэтому влажность еще поднялась. Сейчас я просто готов помереть, вот видите, струйки пота стекают. Кстати, какая у вас температура? Я думаю, у вас попрохладнее, чем здесь, явно. Так, что же еще? Да, я читаю почти все ваши комментарии, и вот в последнем видео про Амибук многие люди задавали вопрос, как я обхожусь без русских клавиш. На самом деле, это вообще небольшая проблема. Я научился слепому методу печати, это заняло мне всего-навсего 2 дня. Да, на русском языке. На английском раскладке я изучил за один день, и примерно через год, как изучил русскую раскладку. Делалось это совершенно быстро, безболезненно. Давайте я сегодня вам про это расскажу, как это можно сделать быстро, легко и без головной боли. Правда, придется потратить 2 дня на изучение русской раскладки, и возможно еще какое-то время на практику, а после этого вы можете попробовать изучить английскую раскладку. Почему я начинал с русского? Потому что русский мой родной язык, чтобы вы понимали. Не китайский мой родной язык, русский. А английский... Ну, на самом деле, когда я изучал русскую раскладку, мне было интересно всего одно слово на английском языке, состоящее из 4 букв. Я думаю, вы угадали какое. Ну, а теперь давайте перейдем к способу, как я изучил метод слепого набора. И делалось это при помощи одной программки. Называется она «Соло на клавиатуре». Сейчас, к сожалению, данная программа стала платной. Тогда я не помню, она была платной или нет. Но сейчас по-прежнему можно найти ее бесплатные аналоги на официальных сайтах и неофициальных. Самая главная вещь в том, что вам нужно запомнить, что у клавиатуры есть две пимпочки для расположения ваших пальцев. И как вы только это поймете, и после этого попрактикуетесь какое-то время, вы уже с легкостью это сможете делать. Это, как я сказал, займет 2 дня по 2 часа. Это вообще почти любой человек может изучить. Я данным способом научил еще несколько человек. Так что этот способ реально рабочий, 100%. В общем, вот так вот. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Я не стал бы заморачиваться. Это не влог, это просто полезное видео, которое, надеюсь, будет хоть как-то вам полезно. Ладно, все, спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok